Обсудим анатомические особенности. Перстнещитовидная мембрана находится между щитовидным и перстневидным хрящом. Это вид сбоку, это крупный план в профиль, это объемная картинка в три четверти, а это крупный план фронтально. В том случае, если дыхательные пути заблокированы инородным телом или вследствие острого отека тканей гортани, экстренный доступ к дыхательным путям пациента ниже голосовых складок может быть выполнен через перстнещитовидную мембрану. Одним из самых быстрых, простых, эффективных и безопасных методов является пункция толстой иглой с последующим вдуванием кислорода. На слайде конюля с иглой от фирмы Кук, специально изготовляемая для пункции перстнещитовидной мембраны. Данная игла и конюля входят в набор для инсуфляции кислорода в трахею. Конструктивная особенность конюля в том, что она плотная и устойчива к перегибанию. Анатомия. Перстнещитовидная мембрана находится неглубоко спереди посрединной линии. Верхняя граница мембраны – нижний край щитовидного хряща. Нижняя граница – перстневидный хрящ. Щитовидный хрящ состоит из двух боковых пластин, соединенных под острым углом посредине, формируя ларингеальный выступ, более выраженный у мужчин. Сверху щитовидный хрящ соединен с подъязычной костью щитовидной мембраны. Перстневидный хрящ формирует нижнюю границу перстнещитовидной мембраны. Это единственный хрящ гортания и трахея, образующий замкнутое кольцо. Ниже перстня расположены полукольца трахеи. Чтобы найти перстнещитовидную мембрану, нащупайте щитовидный хрящ и пропальпируйте неглубокую ямку сразу под ним. Размер мембраны сантиметр-полтора по оси трахеи и два-три в поперечнике. Для того, чтобы пунктировать перстнещитовидную мембрану, уложите пациента на спину и придайте шее разогнутое положение, если нет подозрений о травме шейного отдела позвоночника. Проводите ИВЛ через маску, если это необходимо. Если вы правша, стойте справа от пациента, необходимые инструменты рядом на столике. Обработайте кожу антисептиком. Давайте посмотрим, как выполняются пункции иглой и конюляция через перстнещитовидную мембрану и как в дальнейшем выполняется искусственная вентиляция легких. Пропальпировали щитовидный хрящ и перстнещитовидную мембрану. Определились с ориентирами. Обработали кожу кожным антисептиком. У нас шприц с тефлоновой конюлей, надетой на иглу. В шприце небольшое количество физраствора. Пунктируем под углом 60 градусов, склонив шприц к подбородку пациента. При попадании в трахею обратным движением поршня получаем пузырьки воздуха. Вводим тефлоновый катетер в трахею и удаляем иглу. Присоединяем к приспособлению для подачи кислорода в трахею. Подаем кислород, пережимая выхлопное отверстие. Вдох 1 секунда, выдох 4 секунды. Внимательно следим, чтобы не было перегибания тефлоновой конюли. При необходимости фиксируем конюлю пластырем. Сейчас мы с вами посмотрим фрагмент медицинского фильма на Ютьюбе, который является безусловным хитом. Это интубация в сознании по бронхоскопу. Доктор Михаил Байлин на себе демонстрирует интубацию в сознании по бронхоскопу. Мы использовали этот фрагмент, поскольку коллега Байлин демонстрирует нам технику пункции перснещитовидной мембраны для введения лидокаина в дыхательные пути с целью обезболивания трахеи и гортани. Заодно я подскажу вам, как можно скачать фильм из Ютьюба. Нужно вставить две латинские буквы «С» перед словом «Ютьюб» и нажать «Энтер». И вы получите доступ к скачиванию. Это относится и ко всем нашим видеолекциям и учебным фильмам, расположенным на сайте. Доктор Байлин показывает, как найти перснещитовидную мембрану. Вы находите щитовидный хрящ. Он выступает. Затем палец соскальзывает по щитовидному хрящу. И сразу ниже края щитовидного хряща находится перснещитовидная мембрана. Не ошибетесь. И вот доктор Байлин лежит на каталке. А его ассистент обработал кожу антисептиком и осуществляет пункцию через перснещитовидную мембрану. Для того, чтобы убедиться, что игла находится в трахеи, делается обратное движение поршня и получены пузырьки. И теперь ассистент вводит 2 мл раствора ледокаина. Доктор Байлин кашляет для того, чтобы распространить ледокаин по трахеи. И говорит, как замечательно. Теперь доктор Байлин берет фиброскоп, к которому присоединен тоже шприц с ледокаином, и подводит бронхоскоп к голосовой щели. Он произносит разные звуки, чтобы показать курсантам, как двигаются голосовые складки. Подведя бронхоскоп к голосовой щели, он орошает наружные структуры гортани ледокаином. Теперь все готово для интубации. На бронхоскоп надевается интубационная трубка. И дальше бронхоскоп должен быть введен в трахею. Сзади на демонстрационном экране вы видите, как бронхоскоп подходит к голосовой щели. Доктор Байлин произносит звуки и бронхоскоп в трахеи. Вы видите кольца трахеи, бронхоскоп уходит глубже. И сейчас мы увидим бифуркацию трахеи. Вот бифуркация трахеи, мы не сомневаемся, что находимся в трахеи. А тем временем доктор Байлин интубировал себя. Доктор Байлин стоит с интубационной трубкой. И теперь, для того, чтобы аудитория убедилась, что это не обман и не фокус, трубка действительно находится в трахеи. Мы увидели трубку изнутри. Опять увидели бифуркацию. И доктор Байлин экстубируется под гром аплодисментов. Ретроградная интубация выполняется вслепую по проводнику. Может быть использован проводник струна или проводник леска. Главная задача при ретроградной интубации это проведение проводника ретроградной через голосовую щель. Нужно выполнить пункцию перснящитовидной мембраны толстой иглой и задать направление для проведения проводника. Через иглу или через конюлю со стороны шеи через голосовую щель проводится проводник. И выводится через рот или через нос в зависимости от того, какой вариант интубации выбран. Возможно три способа проведения проводника струны относительно глазка Мерфи. Третий способ используется, если проводник струна имеет небольшую длину. Второй способ позволяет чуть глубже завести трубку еще до удаления проводника. Но при таком способе могут возникнуть технические сложности. При недостаточном натяжении проводника конец трубки, находящийся ниже окна Мерфи, может опуститься за трахею. Но при любом способе надевания трубки на проводник, натяжение проводника при проведении трубки – важная часть успешной ретроградной интубации. Для ретроградной интубации возможны пункции не только через перснящитовидную мембрану, но и под кольцо персневидного хряща, как показано на слайде. Итак, мы пропунктировали перснящитовидную мембрану. Очень важный момент – проводник зафиксирован зажимом. Этот прием позволяет случайно не потерять проводник и обеспечить необходимое натяжение проводника для успешного проведения трубки. Если мы планируем выполнить назотрахеальную интубацию, для проведения проводника через носовой ход можно воспользоваться мягким резиновым мочевым катетером. На слайде показан прием введения трубки с проходом проводника через окошко Мерфи, когда в нашем распоряжении короткий проводник. После того, как конец интубационной трубки введен в гортань, проводник удаляется, а трубка проводится на необходимую глубину. Демонстрация ретроградной интубации выполнена в секционном зале. Нащупали перстни щитовидную мембрану, выполнили пункцию иглой, сделали обратное движение поршнем, моделируя получение пузырьков в шприце и проводим проводник. В данном случае проводник может выйти через рот или через нос. Но на данном примере проводник поступил через левый носовой ход. Очень важный момент. Проксимальный конец проводника фиксируется зажимом, для того, чтобы при действиях с проводником он не потерялся. Меняется положение зажима и выполняется интубация. Трубка продвигается до того момента, пока не начинает испытывать сопротивление в трахеи. После этого проводник удаляется и трубка продвигается в необходимое положение. Теперь раздувается герметизирующая манжетка. Интубация выполнена. Существуют специальные наборы для выполнения ретроградной интубации. Если предполагается ретроградная интубация с визуализацией с помощью фиброскопа, требуется проводник в полтора раза превышающий длину фиброскопа. Существует универсальный рассказ легенда или былина о том, как в столовой проголодавшийся посетитель аспирировал большой кусок пищи, чаще всего это пельмень, и начал погибать от асфиксии. Но случайно оказавшийся рядом врач выполнил трахеостомию тем, что оказалось под рукой и спас несчастного. Но может быть спаситель выполнил не трахеостомию, а коникотомию? Это и проще, и безопаснее. На слайде представлен набор для хирургической коникотомии. Внизу показана обычная интубационная трубка диаметром 6 мм. Она может быть с успехом использована для этой операции. Два специальных инструмента, которые были разработаны для операции на трахеи. Это расширитель трусо и трахеальный крючок. Вот стандартный набор для хирургической коникотомии, который есть на российском рынке. В него входит скальпель, буш-проводник, трубка и катетер для санации. Имеет смысл при операции воспользоваться изогнутым зажимом для разведения крови в стомы, что облегчает введение трубки. Хирургическая коникотомия без расширителя трусом. Вот так недоминантная рука накладывается на щитовидный хрящ и указательный палец нащупывает мембрану. Удерживая щитовидный хрящ, делается поперечное расщечение перстня щитовидной мембраны. Здесь показано, как трахеальным крючком подхватывают за кольцо перстня. И устанавливаем трубочку. Хирургическая коникотомия с расширителем трусом. Прежде всего нам нужно локализовать перстня щитовидную мембрану, через которую будет установлена дыхательная трубка. Вот так недоминантная рука накладывается на щитовидный хрящ. Вертикальный разрез кожи по белой линии. Левая рука на щитовидном хряще и указательный палец недоминантной руки нащупывает мембрану. Удерживая щитовидный хрящ, делается поперечное расщечение перстня щитовидной мембраны. Когда поперечное расщечение перстня щитовидной мембраны выполняется посредине, риск задеть сосуд меньше. Трахеальный крючок вводят в разрез мембраны. Здесь показано, как трахеальным крючком подхватывают за щитовидный хрящ, используя правую доминантную руку. Трахеальным крючком подхватывают за щитовидный хрящ и удерживают левой рукой. Расширитель трусо удобнее вставлять сбоку. На этой схеме крючок удерживает помощник. Раздвигаем бранш расширителя, чтобы вставить трубку. Вставляем трубку между браншами расширителя трусо. Выполняем поворот расширителя одновременно с трубкой и продвигаем трубку в трахею. Трубка установлена, можно начинать респираторную поддержку. Сейчас вам будет продемонстрирована анимация хирургической коникотомии с использованием расширителя трусо, трехиального крючка, всеми инструментами и всеми этапами, подробно как она была разработана. Левой недоминантной рукой нащупать щитовидный хрящ. Большой и средний палец левой руки удерживает щитовидный хрящ. Указательный палец находит перстнещитовидную мембрану. Выполняется небольшой разрез в области будущей операции. Длина разреза 2-3 см. Указательный палец вновь находит перстнещитовидную мембрану. Выполняется поперечный разрез через перстнещитовидную мембрану как можно ниже. Указательный палец погружается в отверстие внутри перстнещитовидной мембраны. В разрез погружается трехиальный крючок и подхватывает гортань за щитовидный хрящ. Расширитель трусо погружается в отверстие и бранши расширяются. Удобнее делать это поперек. Дыхательная трубка с антрадьюсером помещается между браншами расширителя трусо. Выполняется поворот расширителя трусо вместе с дыхательной трубкой, рукояткой к грудине. После чего расширитель трусо удаляется, а трубка с антрадьюсером погружается в трахею. Теперь удаляется трахеальный крючок и пушинтродьюсер. Раздувается герметизирующая манжетка. Можно начинать искусственную вентиляцию с помощью мешка АМБУ. Сейчас вы увидите, как в условиях максимально приоближённом к реальной клинической ситуации опытный врач с минимальным набором инструментов выполняет хирургическую коникотомию за 35 секунд. Левая рука фиксирует гортань, указательный палец находит место операции. Вертикальный разрез кожи, горизонтальный разрез через перстно-щитовидную мембрану. Вводится бушинтродьюсер. По нему обычная индубационная трубка с внутренним диаметром 6 мм. Вводится в трахею. После этого бушинтродьюсер удаляется. Раздувается герметизирующая манжетка. Коникотомия выполнена. Сегодня ряд вариантов функционной коникотомии выполняется с использованием проводника. Это хорошо, это удобно, это безопасно. По существу эта картинка показывает все особенности функционной коникотомии. Одним из наиболее известных коммерческих наборов является набор фирмы Кук, носящий имя автора – Мелкер. Под публикацией 2005 года, которая сопутствовала выходу набора на рынок. Любопытно, что придумал дизайн набора и описал этот вариант методики. Отец автора публикации – профессор Ричард Мелкер. Здесь приведена схема из публикации, показывающая этапы выполнения операции. Обратите внимание на рисунок Б. В первой модификации авторы предлагают первым этапом выполнять разрез кожи вместе в будущей пункции. Вот крупный план. Такая последовательность действий – это дань традиции опыта хирургической коникотомии. В дальнейшем был предложен другой порядок действий. Давайте заглянем в универсальный набор фирмы Кук, описанный в публикации. Здесь есть инструменты для выполнения хирургической трахеостомии. Это расширитель трусо и трахеальный крючок. И есть конюля, проводник и интродюсер с каналом для проводника струны для пункционной коникотомии. Любопытно, что в этой модификации набора два скальпеля и два бужа интродюсера с каналом для проводника струны и без канала. Сегодня широкое распространение имеют наборы, предназначенные только для пункционной коникотомии, без крючка и расширителя трусо. Однако такой набор можно дополнить и использовать при хирургической коникотомии. В наборе есть скальпель, конюля, проводник и интродюсер с каналом для проводника струны для пункционной коникотомии. Инструменты для выполнения хирургической трахеостомии отсутствуют. Это расширитель трусо и трахеальный крючок. Сейчас будет продемонстрирована анимация, показывающая пункционную коникотомию с проводником. Обратите внимание, что пункция и введение проводника выполняются до разреза кожи. Разрез кожи выполняется после того, как проведен проводник. Левая недоминантная рука фиксирует гортань. Находится перстнещитовидная мембрана. Перстнещитовидная мембрана находится сразу ниже щитовидного хряща. После этого осуществляется пункция. Направление иглы каудальное. Угол по отношению к поверхности кожи порядка 45 градусов. Обратите внимание, что пункция производится до разреза кожи. Обратным движением поршня в шприце получаем пузырьки воздуха. И подтверждение того, что игла находится в трахее. После того, как мы получили это подтверждение, продвигаем тефлоновую конюлю и удаляем иглу. Теперь осуществляется введение проводника струны. Проводник струна входит в трахею без сопротивления, в том случае, если мы правильно пунктировали. После того, как введен проводник, тефлоновая обложка удаляется. Обратите внимание, только теперь выполняется вертикальный разрез кожи на месте будущей коникотомии. Здесь возможно надсечение без нещитовидной мембраны. Интродюсер вместе с трубкой в сборе вводится по проводнику струны. Обратите внимание, что максимальный конец проводника струны должен быть выведен через интродюсер. Трубка вместе с интродюсером, как одно целое, вводится в трахею. После того, как фланцы коснулись кожи, интродюсер вместе со струной удаляется из трубки. Если есть герметизирующая манжетка, она заполняется воздухом, и после этого начинается вентиляция мешкового мамбу. Это один из самых простых вариантов набора. Это набор побогаче. В этом наборе две трубки с интродюсером и бужами, для того, чтобы была возможность выбора. Сегодня предлагается пунктировать через неизмененные ткани, до разреза кожи. Подтверждением положения иглы в просвете служит получение пузырьков воздуха в шприце, частично заполненным физраствором. Проводим проводник, и после этого выполняется небольшой разрез для введения трубки с интродюсером. Вводим трубку с интродюсером по проводнику. Удаляем интродюсер и проводник. Вот любопытная модификация набора. У павильона иглы есть дополнительный ход для получения пузырьков воздуха в шприце, а проводник сразу присоединен к игле в стерильном герметическом пакетике. Здесь показана пункция проведения проводника и установка трубки. Вот стандартный набор для пункционной коникотомии, который есть на российском рынке. В него входит специальный игла, скальпель, проводник струна, буш-расширитель с внутренним каналом, интродюсер, тоже с внутренним каналом, трубка и катетер для санации. Не отвлекаясь на мелочи, смотрим на главное. Проводник струна, буш-расширитель с внутренним каналом, и интродюсер, тоже с внутренним каналом, и трубка. Посмотрите, какая замечательная игла. Она имеет специальный изгиб на конце, который направит проводник в нужную сторону. Это буш-расширитель. Он плотно скользит по струне. Толщина бужа-расширителя соответствует толщине дыхательной трубки, надетой на буш. Сегодня существует ряд вариантов функционной коникотомии без проводника. Здесь есть что обсудить. Из истории создания методик функционной трехистомии мы знаем, что попытки внедрять наборы для трехистомии без проводника сопровождались значительным количеством осложнений. Но когда хочется, это хуже, чем болит. Если вам нравится рисковать, лучше уж запишитесь в аквалангисты или прыгайте с парашютом. Вот такие замечательные наборы выводит на рынок фирма Рюш. Это трубка с иглой. Очевидно, что риск ранения задней стенки гортани заложен в конструкции этого инструмента. Когда мы вволняем функционную коникотомию, очень важно не ранить заднюю стенку. Но, к счастью, талантливые изобретатели не перевелись на планете. Это замечательный набор и мы сейчас с ним познакомимся. Сейчас мы его раскроем. Раскрыли и увидели, что все очень удобно уложено и готово к работе. Вот все, что есть в наборе. Оставим, что необходимо для выполнения коникотомии по данной методике. И, наконец, самое главное. Инструмент. Инструмент, с помощью которого выполняется коникотомия в собранном виде. Если разобрать на части, мы видим шприц, трубку, иглу и интродьюсер, он же буш. Самое интересное и технологичное – это игла. Игла имеет разъем для присоединения к шприцу. И это вполне обычно. Необычно то, что у иглы внутри есть стержень, который смещается вперед и назад по оси иглы. Этот стержень соединен с флажком. В обычном состоянии пружина удерживает флажок и стержень в нижнем положении. Крупный план. Пружина удерживает флажок и стержень в нижнем положении. Вот так пружина удерживает флажок в нижнем положении. А это конец иглы. Стержень выходит за пределы колющей части иглы. Вы видите, что стержень имеет закругленный конец и специальное отверстие, позволяющее аспирировать воздух из просвета трахеи. Когда инструмент собран и давления на конец иглы нет, флажок не виден. Для примера попробуем проткнуть картонную коробку, в которой был упакован набор. Когда игла преодолевает сопротивление, мы видим флажок. Как только прокол состоялся и конец иглы преодолел сопротивление ткани, пружинка продвигает стержень вперед и флажок не виден. Вот два этапа на одном слайде. В нашу лекцию включены несколько фрагментов учебного фильма «Фирмы Смит». В этом фильме текст читает профессор Ефим Муневич Шифман. Специальная игла «Коника Том» с поисковым щупом и индикаторной камерой, которая обеспечивает хорошую визуальную индикацию факта прохождения в трахее. Когда игла уже находится в трахее, она также обеспечивает индикацию своего контакта с задней стенкой трахеи, предохраняя ее от серьезных повреждений. Проходимость дыхательных путей обеспечивается с помощью 6-миллиметровой конюли «Портекс» с раздуваемой манжетой «Софт Селл». Конюля, дилататор и игла совмещаются в одном устройстве. При этом надежно обеспечивается их взаимное расположение для правильной и безопасной ориентации скошенного конца иглы относительно задней стенки трахеи. Коникотомия является экстренной процедурой, используемой для обеспечения проходимости дыхательных путей. Это означает, что, как правило, она должна проводиться при обструкции верхних дыхательных путей чужеродным телом или при травме. К использованию смазать проводник для облегчения его удаления из трубки во время проведения процедуры. Смазка также может быть нанесена на внешнюю поверхность манжеты. Теперь рассмотрим еще раз технику использования набора PCK. Стабилизируйте положение трахеи и с помощью пальпации определите расположение эластического конуса гортани, крикотирио-мембран, находящейся в углублении между выступающими частями щитовидного и перстневидного хрящей. Сделайте 2-сантиметровый разрез кожи над эластическим конусом гортани. Правильный размер разреза очень важен для обеспечения легкости прохождения через него трубки. Возьмите устройство, поместив большой палец вверху на коннекторы иглы, а указательный и средний палец под крылышками фланца конюля. Ключевой выступ, входящий в соответствующий паз фланца, должен смотреть в направлении вверх и в сторону ног пациента. Конструкция устройства вместе с определенным способом его удерживания обеспечивает правильное расположение и работу как устройства в целом, так и его уникальной иглы с поисковым щупом. В течение всей процедуры вы должны наблюдать за красным флажком индикатора. В противном случае повышается вероятность неправильного введения устройства или травмирования задней стенки трахея. Стабилизировав положение трахея, введите кончик иглы в разрез над эластическим конусом гортани перпендикулярно поверхности кожи. Выполняйте дальнейшее введение устройства, постоянно следя за красным индикатором, расположенным в коннекторе иглы. Первый подъем флажка индикатора будет свидетельствовать о контакте стилета иглы с тканями, которые необходимо проколоть. Продолжайте вводить устройство, пока не почувствуете потерю сопротивления. В этот момент красный индикатор флажок исчезает, свидетельствуя о прохождении устройства в просвет трахея. При этом вы можете убедиться в наличии аспирации с помощью шприца, подсоединенного к коннектору иглы, отсасываясь с его помощью воздух и лежит. Продолжайте осторожно вводить устройство под тем же углом до тех пор, пока снова не зафиксируете подъем флажка индикатора в коннекторе иглы. Этот момент соответствует контакту стилета с задней стенкой перстневидного хряща. Наклоните устройство в каудальном направлении и продвиньте его дальше в трахею на 1-2 см. Если в этот момент красный индикатор снова появляется, немедленно прекращайте продвижение устройства. Появление флажка на этом этапе процедуры свидетельствует о нежелательном контакте устройства с задней стенкой трахеи. Удалите иглу и удерживая неподвижно дилататор, продвигайте коникотомическую конюлю, сдвигая ее с дилататора и размещая полностью в трахею. Небольшие вращательные движения дилататора помогут обеспечить выполнение этого этапа процедуры. Для герметизации сопряжения трубки с трахеей накачайте ее манжету минимальным объемом воздуха. Зафиксируйте трубку с помощью держателя или аксессуара, входящего в комплект набора. Воспользуйтесь отсосом для обеспечения проходимости дыхательных путей. Затем, если это возможно, убедитесь в правильном расположении коникотомической конюли, используя такие методы, как аускультацию, капнографию, бронхоскопию, рентгеновский контроль и оксиметрию. Необходимо учитывать следующие противопоказания. Дети младше 12 лет. Разрывы гортани. Неуверенность при определении характерных анатомических армилетов. И напоследок. Посмотрим картинки к описанию этого набора. Здесь все разобрано на части. Это инструмент для коникотомии в сборе. А здесь вообще все. Цели указания. Операцию начинают с надреза кожи. Мембрану режут поперек. Правильное положение инструмента в руке. Направление вкола. Пока игла не вошла в трахею, виден флажок. Конец иглы прошел в трахею, флажок исчез. Если мы касаемся задней стенки, появляется флажок. Как только инструмент принял безопасное положение, флажок снова исчез. Продвигаем трубку. Операция завершена. На нашем сайте вы можете видеть и скачивать все наши видеолекции и учебные фильмы. Это адрес нашего сайта, где есть этой лекции и много других материалов в свободном доступе. Посмотрите, как выполняется коникотомия с помощью инструмента, предлагаемого фирмой PORTX. Вся процедура занимает 32 секунды. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие коллеги, я благодарю вас за ваше внимание и надеюсь, что эта лекция поможет вам в трудной ситуации. Когда интубируете, не забывайте прощупать, где у пациента находится перснещитовидная мембрана. Оказавшись в ситуации, не могу вентилировать, не могу интубировать. Не забывайте, что можно пропунктировать перснещитовидную мембрану и начать инсуфляцию кислорода. Субтитры создавал DimaTorzok